В этом отделении никогда не бывает пусто. В среднем у 70 детей в Алтайском крае ежегодно выявляют онкологию. Еще порядка 700 пациентов находятся на учете. Отразятся ли санкции на такой уязвимой категории? В Центре охраны материнства и детства нас заверили, пока проблем с препаратами нет. Те лекарства, поставка которых была запланирована на этот год, закупаются и в этом вопросе у медиков нет паники. В импортзамещающие технологии внедрены давно. И в медицине внедрены они уже лет пять, наверное. Поэтому большинство наших препаратов, они отечественного производства. Вопросы с субстанцией, ну опять же не знаю, там чьяная эта субстанция-то была. Если китайская, так, наверное, вообще вопросов не возникнет. Есть препараты, которые используются очень редко, ну в частности иммунотерапия, про которую много там по телевизору говорят, нейробластомы лечат. Ну, во-первых, это крайне штучные пациенты. Закупка ведется через фонд при президенте. И на пока я не слышал, чтобы были проблемы с тем, чтобы не было поставок препаратов для детей нашего профиля, ну то есть тяжелая гематология, онкология из других стран, включая Америку. Российско-американский противораковый центр на базе Алтайского госуниверситета. Совместно с учеными из штата Аризоны здесь занимаются разработкой диагностических методик, которые помогают выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Уже сейчас понятно, неизбежны проблемы, связанные с доставкой зарубежного оборудования, расходных материалов, с их ценами. Все это может замедлить исследование. Когда наши ученые смогут поехать на стажировки и конференции в Америку, тоже пока вопрос открытый. Но самое главное на сегодняшний день – ученые двух стран не разрывают свое сотрудничество. Я буквально на прошлой неделе разговаривал с нашими коллегами, со Стефаном Джонстоном. Как раз мы обсуждали уже будущие планы. Ни с его стороны, ни со стороны университета штата Аризона нет никаких препятствий для того, чтобы этот проект продолжался. И более того, к нам еще присоединяются коллеги из Вьетнама. Они хотят открыть такую же зеркальную лабораторию и заниматься диагностикой онкологических заболеваний. Потому что эти заболевания никуда не уходят. Естественно, что остаются актуальны даже в сложное время. Еще один немаловажный момент. Пока непонятно, как будут обстоять дела с закупкой оборудования в больнице региона и с их обслуживанием. Этот вопрос мы адресовали в Минздрав Алтайского края. И в ближайшее время обязательно еще раз вернемся к этой теме. Ирина Корчагина, Алексей Фритин, Александр Антропов. День с толком.